Йоу, всем привет! Сегодня хочу вам показать супер агрессивный бой на Е50 Аус Фэм. Как вы знаете, в основном я предпочитаю в боях действовать аккуратно, сильно на рожон лезть, но при определенном стечении обстоятельств я не прочь и рискнуть. Иногда, конечно, бывает риск, а тот не оправдывает средство, и я сливаюсь едва ли не с нулем, а то и с нулем урона, но иногда бывают очень-очень такие красочные, зрелищные и бодрые бои, которые стоят того, чтобы иногда так рисковать. Ну и тем более в этом случае есть для этого определенные оправдания. Во-первых, у нас в команде есть три артиллерии, соответственно, если мы подожмем противников по центру, по мосту, то эти три артиллерии смогут нам оказывать суппорт в бою, плюс ПТ-САУ нам тоже смогут оказывать наш союзный суппорт, если они встанут, конечно, центр зацелит, и плюс последняя капля, которая помогла мне принять решение ворваться вместе с союзниками, это, соответственно, наличие самих этих союзников, которые поехали врываться, ТВПХ и Батчат. Так, здесь убили мы первенького, первого танка, который здесь неаккуратно на центр выехал, но теперь здесь, с одной стороны, не стоит слишком агрессивно вкушивать, чтобы противники, соответственно, выехали под артиллерию. Сейчас я, с одной стороны, небольшую ошибку допускаю, с другой стороны, я вам сейчас расскажу, пользуясь случаем про эту особенность E50-АСМ. Во-первых, раз уж я получил по лицу, то в ответ я должен по лицу выдать два раза в ответ. У меня КД на 2 секунды быстрее, ну или около того. Башню E50-АСМ относительно... относительно бронированы, относительно картонные. Вот эти вот щеки, куда меня Ягдтигр пробил один раз, и сейчас, маленько погодя, пробьет еще второй раз, они пробиваются ББшками, причем не только девяток, но и едва ли там не восьмерок. Ну и плюс командирская башенка, относительно она пробивается легко. Танкует вот эти вот скосы по бокам, и маска танкует. Ну и плюс башня у Е50 относительно маленькая. Вот, пользуясь случаем, рассказал вам про башню E50-АСМ. То есть, в принципе, можно пробовать танковать от башни E50-АСМ, но далеко не каждый раз у вас это получится. Не настолько она и близко, не настолько она крепкая, как, например, у советских танков. Взбиваю я каток 268-го, он в это время вспахивает землю. Пока он на перезарядке, соответственно, можно еще раз ему плюшечку одну прописать. И 268-й объект едет, просто меня впушивает и... И попадает мне в стык. Ну и пока он в КД, естественно, я успеваю второй раз нанести в ответ ему урон. Соответственно, кто не рискует, тот не получает попадания 268-го объекта в стык на Е50-АСМ. Без пробития. Е50 осталось мне зацелить, когда он будет выходить, и по возможности поймать его на каток. Оп! Что я и делаю, и арта. Собственно говоря, вот... Вот так это примерно и было задумано. Так, мост мы зачистили, но дальше я ехать не тороплюсь. Во-первых, я вижу, что здесь слева. ФВ-215 БС, я к панциям Е100. Вроде как они, с одной стороны, не в простреле, потому что Тортоис и две другие наши ПТ их поддавливают. Но с другой стороны Бабаха все-таки выходит, и я успеваю нанести ей один урон. И в этот же самый момент приезжает Т-30 по центру. Соответственно, я это быстро, стремительно замечаю, откатываюсь, прячусь от него. Пока Т-30 на меня развернулся, ТВП молодец, стрельнул по нему. И Т-30 молодец, точно так же, как Аббе 268. Он вспахивает землю, дает мне возможность его очень красиво раздамажить. ТВП стреляет один раз, я не знаю, может у него один снаряд в барабане остался. Ну и явно же, что Т-30 перезарядок, а там сколько секунд? Секунд 15, 17. Явно можно успеть стрельнуть не раз, а два. Аккуратно посадить на каток вторым выстрелом, и потом аккуратненько вот так вот его добрать. Все четко было сделано, С-30. Так, смотрю по мини-карте, вижу, что слева уже как бы явно нет смысла переключать свое внимание. Справа противники все практически в засвете. Есть возможность попробовать аккуратно продвигаться по центру. Единственное, Батчат, вроде как он статист, может достоять определенные проблемы, поэтому я вот так вот за камнем еду, прячусь от того места, где он возможно засветится. И надо же, Батчат как раз засвечивается в этом месте. Шикарно, я просто пушка уебись. Здесь, конечно, альфа не прошла, но вообще пушка прям очень мне нравится. Она точная, с хорошей стабилизацией и с хорошим пробитием. С лучшим пробитием базовым снарядом среди всех СТ 10 уровня и плюс кумулятивы тоже хорошенькие. Здесь замечательная просто пушечка. Единственное, ДПМ. ДПМ относительно низкий. Именно с целью повышения ДПМа я и катаюсь на деписе с доп. пайком. С доп. пайком и с вентиляцией вместо оптики. Ну и, соответственно, на полном, на полнейшем фарше перезарядка 7.59. Получается, в принципе, это уже довольно-таки комфортный ДПМ. Продвигаемся мы в поисках последней артиллерии. Здесь у меня мысль была такая, если арта справа, но она засветится, она, конечно, может меня в борт сейчас шотнуть, потому что там есть такие густые, интересные. Но, с другой стороны, если там не будет, то здесь на горе мы ее попробуем аккуратненько застрелить. И потом у меня была мысль остаться на этой самой горе и зацелить противников, которые наверняка, по логике вещи, должны возвращаться на сбитие захвата. Арты здесь нет. А где же она? Не знаю, возможно, она принимает вводные процедуры уже за бугром справа возле базы в квадрате, там, в каком квадрате? H0, допустим. Либо она уехала вместе с последними оставшимися союзниками налево в квадрат K4, допустим. Вот, ну и, соответственно, этих последних оставшихся союзников вражеской арты или просто последних врагов я и дожидаюсь. Дожидаюсь, терпеливо, потому что ХП у меня не так много. Противники даже, я смотрю по хитпоинтам, хоть и относительно шотные, но ИС-7, например, на 2 выстрела мне, а Е-50 вообще на 3, а то и на 4. Ну, бачат, конечно, шотные, но если вдруг я его не пробью и не попаду, то он меня, естественно, сразу же заберет. По совокупности этих обстоятельств я принимаю решение аккуратно вот так вот зацелить их, в надежде, что они будут возвращаться, дожидаюсь, терпеливо, пока союзники мои доползут до захвата, встанут на захват. И, по идее, вот-вот, вот-вот должны уже начинать противники пробовать сбить базу или, возможно, кто-то из них захочет обойти 50-120. Опа, засвечивается ИС-7, самый такой неприятный противник для меня. И я вижу, что гриль по центру у нас подтянулся, соответственно, гриль по центру попробует меня, если что, наверное, прикрыть. Засвечивается Е-50М, я скидываю сразу кумулятив на него, чтобы относительно более гарантированно его пробивать. Если не будет возможности выцелить, допустим, НЛД, быстро пробивать его в башню. Вот, в ЛД кумулятивом. Доворачиваю ром, пробую танкануть катком и... И, о чудо, танкую катком. Гриль мне все-таки помог, или это была ТВПХ? Совместными усилиями мы отправляем в ангар Е-50М, а теперь момент, просто момент. Момент. Смотрите. Смотрите, какой красивый, шикарный момент. Напоследок. Завершение этого боя. Да, вот. Собачата мы выстрелили одновременно и одновременно уничтожили друг друга. Сейчас, конечно же, мы посмотрим результаты этого боя. Как видите, это мастер основной калибр. 6700 урона. Что там, 1100 заблокированного броней. Командный результат. И на этом, в принципе, на сегодня было бы все. Единственное, я хочу одну фишку протестировать, которую YouTube недавно ввел. Фишка называется где-то здесь. У вас сейчас появится логотип. Подписаться на канал или видео. И видео здесь, и здесь. Рекомендуем их к просмотру. Как у топовых водомесов. Знаете, вот такие бывают моменты. Но раньше, чтобы они появлялись, надо было монтировать видео. Очень все это было долго и сложно для меня. А теперь это можно сделать быстро. Ради интереса, кто-то смотрел до этого момента, отпишитесь в комментариях. Появляются ли у вас здесь кнопки сейчас подписаться на канал и видео. Одно видео я сделаю последнее вышедшее, а второе по предпочтениям зрителя. Кстати, можете написать, какие видео у вас появятся здесь в рекомендуемых сейчас. Примерно где-то здесь, здесь или здесь. Ну и на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось. Всем пока.